Кто больше всего подвержен синдрому отложенной жизни? Ипотечники, те, кто у нас находится в таком предетовании, это те, кто стремятся в директорском стиле, это те, кто у нас карьеристы, и одни из еще категорий — это родители. Почему некоторые люди не позволяют себе радоваться? Нам можно радоваться, и радость эту не обязательно заслуживать, и не обязательно ее откладывать на завтра или через неделю, через месяц. Насколько мне можно жить? И вот она на своих тренингах разрешает, что тебе можно. Как идти к будущей цели, но не забывать про себя здесь и сейчас? Это всегда сначала море, солнце, отдых, поспать, отдохнуть, чтобы никто не трогал. И вот здесь это обязательно нужно закрывать, в этом и есть баланс. И поверьте, что ненадолго отвлечься от какого-то серьезной концентрации на отдых, это не то, что нормально, это очень хорошо. Давай еще годок потерпим, и вот точно поедем в то место, куда ты хочешь. Если ты наметил цель, и к ней не идешь, наверное, маленькими шагами, она будет все дальше от тебя отдаляться. Когда мы с вами уходим в гипертрофию любого синдрома, мы понимаем, что своего внутреннего ребенка, который у нас отвечает за, что я хочу, мы ставим в угол на горох. Пусть человек сначала там, допустим, на образование себе накопил, потом смог съездить отдохнуть, знает, что нужна та самая квартира или переезд, да, вот у него был именно локальный такой переезд. Но он все равно не забывает себя радовать. Смотрите новый выпуск программы «Разговор по душам» во вторник, 27 августа, 18.15 на телеканале «Самара ГИС». Гость в студии – психолог Ксения Дубинина.